Добрый день! Сегодня рассмотрим Tornado V3 от компании Chii со бренда X-Man Design. Есть три версии. Коробочка, наверное, похожа. Вот PIONEER, FLAGSHIP и STANDARD. Различия тут показаны. У меня версия PIONEER самая, вроде бы, дорогая. И там, и там есть регулировка магнитов. Есть настройка двойная пружин, ну или жесткости. Магнитная крестовина есть только в двух версиях FLAGSHIP и PIONEER. И система MAGLEV только в PIONEER. Самая продвинутая версия имеет вес 80 грамм, примерно. Остальные чуть полегче. Строение. Tornado V3. По-моему, Tornado первые, кто брали букву M из названий. Так, магнитные кубы давно не актуальны. И нет смысла акцентировать на этом внимание. Техническая информация. Открываем. И здесь куб. И красный бокс, наверное, с аксессуарами. Кубик. Бокс. Здесь красная такая подставочка, ее можно извлечь при желании. Открываем, что здесь. Стандартный мешочек. Под кожу сделанный. Не новый. Какая-то бумажка, видимо, с настройкой. Да. Еще бумажки. Какая-то карточка. И еще внутри есть бумажки. Но это, наверное, у Фридриха. Не нужен. Карточка. А здесь, это, видимо, инструмент под настройки. Я его еще не использовал. Обошелся простой отверткой. И здесь тряпочка. Посмотрим сам кубик. Бокс такой интересный, приятный. И даже бокс имеет магниты. Притягивается. Наверное, можно использовать. Кубик. Глянцевый пластик, что меня порадовало. Вращается приятно. И имеет много настроек. Причем, торнадо, это один из немногих кубов, где я настройку магнитов ставлю не на самую сильную позицию. Напомню, что это третья версия. Были еще две. Просто торнадо. Немагнитный. С него, по-моему, начался бренд X-Men. Здесь еще наклейки, которые меняют цвет от солнца. Или от чего-то еще, от времени. Ну, старый куб когда-то был интересен. Торнадо V2. 55 мм. У меня версия, которая слегка щелкает. Ну, такая была не у всех. Возможно, только на первых моделях. И торнадо V3. Разница. Здесь внутри черный пластик. А здесь такой бесцветный. Вернее, неокрашенный. Заявлено, что обе версии, и вторая, и третья, имеют размер 55 мм. Но, визуально, мы видим, что третья версия чуть больше. Я сначала кубик кручу, а потом смотрю техническую информацию. Я не заметил, что кубик маленький. 55 мм для меня чуть маловато. 55,5 мм, но уже нормальный. 54 мм совсем маленький. Поэтому торнадо V2 мне не совсем понравился. Хотя кубик достойный. Но третья версия понравилась гораздо больше. На всякий случай сравним цвета. Оттенки слегка поменялись. Ну и внутренний цвет тоже дает окрас другой. Красный здесь посветлее. Еще оранжевый. Что здесь можно делать? Ну, менять вот этим ключиком положение магнитов. Так же было и на старой версии. На второй. Пять положений. Три точки и минус плюс. У меня на второе по силе. То есть не самое сильное, а чуть меньше. Меняется легко, нетрудно. Можно даже не этим инструментом, а стандартной тоненькой отверточкой. С лицевой это поменять. Дальше. Если мы снимем крышку. Крышечка. Вот такая вот. А здесь видно вот эту систему настройки. Причем она разных цветов. На пионере и других версиях. То есть можно поэтому различать версию. И здесь есть вот такой вот рычажок. Ну или ручка. Который можно вращать. И менять положение. С одной стороны жесткость пружин. С другой расстояние от центра. Ну если я правильно называю. Можем посмотреть в инструкцию. То есть вращая по часовой стрелке и против часовой стрелки. Мы регулируем разные параметры. Я в итоге поставил оба параметра на 2. Изначально они стояли на 3. Ну я вкрутил сборок в 100-200. И решил поменять. Думал что поменяю потом вновь. Но в итоге остался именно на этих позициях. То есть и там и там двоечки. А магниты в предпоследнем положении по силе. Нам тут намекает что можно 25 разных положений настройки сделать. Можно с этим еще поиграть. Но я думаю здесь можно найти для себя идеальную настройку. На всякий случай давайте сразу посмотрим строение. Вот такое вот ребро. Вот такой вот уголок. И здесь у него магнитик. Магнитик для чего? Ну чтобы он в крестовине есть ответный. С ним дружить. Ну и в версии Пионер есть система Маглев. Которая наверное приятно не будет скрипеть пружинки. Для сравнения рядом ребро из второй модели. Черное. И также уголки. Ну небольшие изменения есть. Ну и само вращение. Это очень приятный и очень хороший кубик. В начале мне показалось он жидковат. Естественно. Я настроил магниты. Исправил настройку жесткости. На двоечке как уже сказал. И потом на этой настройке я открутил более 3000 сборок. И мне понравилось. Я скажу. У меня из топовых моделей есть ГАН-12. 13 я не покупал. 12 мне подарили. И если выбирать ГАН или Пионер. Я наверное выберу Пионер. Хотя оба кубика достойные. Все с ними хорошо. В итоге я смог сделать среднее время. Ну средние 100 меньше 15 секунд. Вполне хорошо. Такое у меня было только на МС-3В1. Даже на ГАНе у меня такое не получилось. Ну вероятно крутило зимой. И не всегда было тепло. К сожалению ни разу не получилось делать САП-10. Но много раз было близко. Ну сейчас времени маловато. Поэтому кручу либо уставший. Либо уже ночью. Либо когда просто отдыхаю. И не всегда максимально сосредоточен. Так что те кто умеет собирать быстро. Могут собирать гораздо быстрее. Ну вообще. Пока это кубик. Наверное самый лучший. Ну из тех что я крутил. Если сравнить с ГАН-12. Главное преимущество. Это бесшумность. Гораздо тише. Вот Торнадо В3. Имеет такой звук. А вот другой кубик. Звук немного похожий. И стиль вращения тоже у них похож. А это не кто иной как Дайян Тэнг Юн 1. Очень приятный кубик. Иногда мне к нему хочется вернуться. Но выходят какие-то новые. Я тестирую их. И не возвращаюсь. Сейчас специально решил достать. И все таки да. Что-то общее у них есть. Если вам нравился вот первый Дайян Тэнг Юн. То Пионер тоже наверняка понравится. Потому что его можно сделать похожим. Но только быстрее, лучше. Легче. Насчет легче, наверное, я погорячился. Но современнее точно. Очень хороший. Наверное, лучший кубик на данный момент. Ну, не сравнивая с Ган-13. Возможно, он еще лучше. Кто имеет возможность сравнить. Напишите, как оно. Пионер либо Ган-13. Кубик давно. Тестировал долго. И ничуть не жалею о его приобретении. Сейчас стоит около 30 долларов Китая. В России, вероятно, подороже. Стандартной версии я смысла не вижу. Но версии Flagship или Пионер, наверное, должны быть интересны широкому кругу. Пионер отличается только системой Маглев. Кстати, здесь регулировка Маглева происходит не перемещением дальше, ближе магнитиков друг от друга. Они смещаются в сторону. Из-за чего меняется магнитное усилие, с которым все притягивается. Такая инновация в этом кубике. Не помню, было ли где-то такое раньше. Если мы вспомним RS3M, у которого тоже три версии и тоже магнитная крестовина, Ballcore, вот это вот, то здесь Маглев начинался раньше. Во второй и в третьей версии. Здесь только в третьей версии есть Маглев. Но зато с магнитной крестовиной здесь наоборот. Вторая и третья ее имеют, а здесь только самая высокая. Отличный куб. Вполне могу рекомендовать. И глянцевый пластик сразу. Не как на Ганах сначала нужно открутить. Там сколько-то сборок и он станет уже не таким матовым. Хотя от Гана у меня тоже только положительные эмоции. Но Пионер вроде подешевле. И ничуть не хуже. Резка углов. Да, есть. Не знаю, насколько это интересный сейчас момент. А из этих трех тысяч сборок у меня иногда флипался угол, наверное, раз в пять-шесть. Не думаю, что это такой большой показатель. И вероятно, это было в моменты моей особой криворукости. Ну, либо мало смазал, грубо покрутил. Такое возможно. Но факт есть. И он не такой частый. Так что, можно этого не бояться. И наверняка это зависит от настройки. Если сделать его потуже, будет значит флипаться углы меньше. Ни разу не разлетался. Крепкий, надежный, хороший кубок. Вполне рекомендую. Крепкий, надежный, хороший кубок. Крепкий, надежный, хороший кубок. Крепкий, надежный, хороший кубок. Крепкий, надежный, хороший кубок.